Многие из вас ждали финала этой войны. Кто же победит, военный или монолит? Сегодня вы все узнаете. Если вам понравится, не забудьте оценить ролик, ну и конечно напишите в комментарии, как вы думали, кто победит в этой войне и почему. А также вас ждет приятный бонус в самом конце видео. Приятного просмотра! На канале Диманго вас ждут прохождения различных игр и не только. Довольно много забавных видео. Я даже пару раз крикнул с видео, где он нарядился в петушочка и пошел на улице какие-то повистки раздавать. В общем, если что, ссылка в описании. Заходите, зацените. Что, в общем-то, случилось? Мы захватили полностью Мертвый Город. Чего я вам показывать не буду, это было очень долго. Да, я думаю, много я чего сегодня показывать не буду. Монолитовцев на самом деле очень много точек под контролем. И если честно, тут на парочку выпусков, а я все это хочу уложить в один. Но попробуем. В общем-то, что происходит сейчас? Наши все никак не могут захватить до конца кладбища техники. И также сейчас противостояние у нас на армейских складах, где наши также что-то берут под контроль. Раз база, два база. И, в принципе, это очень даже неплохо. Давайте перейдем и поможем выбить монолит с локации. Мне кажется, это будет очень интересно. Я на армейских складах. Справа от меня находится орда монолитовцев, но к ним я идти не хочу. Я хочу сначала взять себе кого-нибудь в напарники, чтобы в случае слива я смог переселиться. Отсюда... Отсюда хоть кого-нибудь видно? Не, не видно. Я бы в них немного пошмалял. Ого, мы слышим. Тем временем, кстати, тут какая-то уже перестрелка на точке. Что происходит? Кто напал? Не понимаю, ребят, не вижу никого. Тушканчик? Серьезно, господи, батюшки мои. Или не тушкан? Я никого не вижу. Да и монолитовца тут, по идее, быть не должно. Скорее всего... Да, это мыши. Обалдеть. Кого возьмем в напарники? Еще раз смотрим, что по обстановке на карте. Очень много точек мы уже взяли под свой контроль. Куда двинется вся эта орава, я даже не представляю. Но полагаю, что ключевые точки под контролем мы уже держим. Это раз база, два база. И теперь тут пацаны будут спауниться просто без конца. Уже идут сюда захватывать, туда... Господи, я прям... Ммм, наслаждение какое-то на все это дело смотреть. Ну а что у монолитовцев? У монолитовцев, да, тоже есть несколько точек под контролем. В том числе и парочку баз. Но думаю, что недолго им осталось эти точки контролировать. Короче, я не знаю, что происходит. Но каждые 2-3 секунды происходит микрофриз. И из-за этого я просто не могу играть на данной локации. Что это значит? Значит то, что мы просто переходим на другую локацию. И пробуем это играть на ней. Идем в Лиманск. Круто, обожаю. Сталк... Я говорю, эта игра мне вставляет палки в колеса, лишь бы я не выиграл за военных. Лишь бы я играл за монолит. Мне реально так кажется, ребят. Я в Лиманске. Наших нету, я абсолютно один. И если я сейчас сольюсь, это чревато тем, что мне придется перезагружаться. Или... А, именно играть за монолит. Да, придется играть за монолит. У них довольно еще немаленькое количество точек под контролем. У них еще не все потеряно. И вот придется отыгрывать. Если честно, я хочу, чтобы военные победили. Вы же не знаете, где я, да? Ладно, попробуем. Я примерно понимаю, где он находится. Аккуратно идем. Алло, молодой человек. Поддавайтесь, сразу стрелять не будете. Отлично. Все, супер. Точка вынесена, точка свободна. Захватывать я ее, конечно, не могу, так как это просто территория. Но начало положено. Монолитовские силы уменьшаются. Тут наши продолжают тоже вести захват. В принципе, я думаю, все у них там получится. Сеймси по-быстрому обыскиваем в поисках всяких медикаментов и прочей лабуды. И надо потихоньку действовать, играть. Идти далее, продвигаться. Это будет очень сложно. Но двор, терраса и следующая точка, это уже база, которую мы захватим. И нам отправят пацанов. Хотя пацаны, кстати, уже вроде бы идут. Например, вот, видите? Отряд. Лиманск. Баррикада в тупике. В состоянии в бою. Не знаю, с кем они там в бою. Видимо, опять какие-то монолитовцы появились. Черт бы их побрал. И это плохо. Ух ты, пилюли у монолитовцы. Да ладно, первый раз встречаю. Итак, сюда кто-то идет. Сюда явно кто-то идет. Потому что один человек прибавился. Что-то я не знаю. Я немного подождал, но никого не появляется. И все, что нам остается, это просто идти далее. Очень аккуратно. Надо играть максимум просто аккуратно, чтобы нашего персонажа не взять и тупо вот не слить. А иначе тогда все опять за монолитой. Мне кажется, это уже начнется что-то. Какая-то катавасия. То мы захватываем, то вы захватываете. Это никому, мне кажется, уже не нужно. Вот военные. Отыграли за них. Если честно, чувствую себя довольно напряженно. Потому что, грубо говоря, нам не ответственность. Идем аккуратно. Один человек. Где-то он тут гуляет. Прошлый отряд я вынес довольно бодренько. Они даже не успели сообразить, кто и откуда. А я их тем временем уже разнес. Кто-нибудь тут есть? Не вижу. Надеюсь, что нету. Тут никого не вижу. Батюшки, а страшно-то как? Ну, нам времени лучше не терять. Аккуратно пойдем. Вроде бы я еще не спалился. Иду на шевте. Очень тихо. Меня не услышит. Я чувствую себя реально в каком-то тылу врага. Итак, дорогие мои друзья. Захватили мы уже большую часть зоны. Вся нижняя зона. Вся средняя зона. Под нашими контролями остались самые верхние. И одновременно самые сложные локации. Ведь тут огромное количество точек под контролем у монолита. Мы видим, что наши уже даже на ЧАЭС есть. Как они туда перешли? Конечно же, с локации... Как она там называется-то? Госпиталь. Да, госпиталь. Что мы видим тут? Кс-ш... Обалдеть. Монолитовцы опять что-то пытаются отбить. Меня это напрягает. Я уже очень много времени потратил на то, чтобы дать им по щам. Но, как видим, сдаваться они не хотят. Сейчас я попытаюсь захватить станцию переработки отходов база. Ведь это очень важная точка. И она нам нужна под контролем. Именно отсюда мы и начнем свой спаун и захват всех остальных точек. Ну шо, ребята, вы готовы? Как бы только не слиться, я уже очень долго играю за этого персонажа. Я очень много лута понабрал. Можете это, в принципе, видеть сами. И я вам скажу, неплохо получается. Если сейчас я сольюсь, все, GG, VP. Отыгрывать опять за монолит. И все, это такая тягучка начнется. Но я думаю, что даже если я перекинуть за монолит, все равно им крышка. Потому что военные спавнятся просто по-сумасшедшему. Вы только взгляните. Уже отбили точку. Сейчас тут все точки отобьем, и пацаны, судя по всему, направляются сюда. Да. Затон речной брод. Ладно, меньше слов, больше пирогов. Пойдем и отобьем эту точку у монолита. Минус, паренечек. Сейчас они все будут туда стягиваться для того, чтобы его обыскать. А я тут такой сижу засранец в кустах. Хотя, ну вот это, если можно назвать кустарником. Короче, сижу тут и отстреливаюсь. Ко мне кто-то приближается, и это... Монолитовцы, вы представляете? Ни много, ни мало. Монолитовцы, черт возьми, сколько вас там, пацаны? А там их огромное множество. Я не удивлюсь, если их там больше, чем 10. А то и двадцаточка. Да, всякое может быть. Но сейчас... Что-то все поутихло. Неужто там последний только лишь остался? Да ладно, не дури, давай вылазь. Иди обыскивай пацанов, а я с тобой порешу по-быстрому. Не хотят. Без проблем, без проблем. Я подойду сам, как говорится. Оу, еее. Я, оказывается, еще и супербыстро устал. Ребят, надо что-то мне посмотреть. Тут по килограммам что-то изменить. Уж больно много у меня всяких патронов, но зачем я... А, вот, смотри-ка, смотри-ка. Два килограмма весит один заряд. Оба, и нехиленько так разрядился. Теперь хоть и не супер-пупер быстро бегаю, но все-таки могу. Выносливость более-менее сохраняется. Судя по миникарте, осталось всего два человека. И один из них это наш NPC. Ну как наш, нейтральный. Вот он, видите? Последний враг остался. Один. Один на один мы с тобой остались. Выходи, плутовка. И я с тобой сейчас порешаю. Вот и открыли станцию переработки отходов. Где он может быть? Как вы понимаете... Ух ты! Вау. Так, все. А, да... У меня аж язык заплелся. Так, видите, у него снайперская винтовка. Мда. Вот он, кстати, на миникарте палится. Ты снизу, дядя? Или сверху? О, да. О, да. Стреляй, стреляй. Стреляй, дяденька. О, е. Отлично. Без потерь, без единой смерти мы захватываем станцию переработки отходов. И сейчас сюда переместятся наши пацаны. Откуда-нибудь придут. И я думаю, что с иметного завода сразу сюда. И хоба. Быстро, быстро захватят станцию. Ух ты, ты меня напугал. Видел его и все равно испугался. Ну и, короче, начнется полноценный захват. Да. Что у вас тут телевизор барахлит? Захвачено. С точки склады мы отправляем тебе подмогу. С точки склады? Почему? Склады это тут. Не проще ли с цементного завода? Я не понимаю, как работает эта логика. Но, ладно. Встретимся с вами, когда я уже захвачу половину этой локации. И что же это у нас тут такое? Посмотрите, какая красота. В общем-то, думаю, вы уже все поняли. Мы полностью захватили локацию Затон. Мои просто сами по себе пошли захватываю ЧАЭС. Так еще и помимо этого генераторы. Я-то думал, последняя лока будет у нас ЧАЭС. Но нет. Все-таки последняя локация, оказывается, будет у нас Окраины Припяти. Да, как видите, я и Припять успел захватить. Ну, знаете ли, не хочется ролик растягивать. Все равно на всех локациях примерно одно и то же. Последний оплот Монолита. Идем мы сейчас именно туда. Даже, по-моему, какие-то отряды еще со мной направляются. Вот, например, окраина Припяти, старый КБО. В общем-то, какие-то пацаны со мной идут. И мы вместе сейчас начнем захватывать Припять. Это будет круто и... Вы уже понимаете, да? Победа за кем? Да, это уже близко. Поехали. Как видите, захват начался и идет полным ходом. Я в шоке, как мои оказались тут. Но они, по-видимому, идут к старому КБО. Я... я поражен. Поражен быстренько довольно. Сюда все заливаются. Но оно и не удивительно. Ведь локация, центральная Припять, полностью по нашим контролям. Все просто заливаются сюда. Друзья, да, вы правильно понимаете. Это победа военных. Захвачена уже база прачечная. Ну и, короче, половина Припяти, как видите, вообще полностью захвачена. Пацаны тут сами по себе генераторы захватили. Я удивлен. Я польщен таким темпом развития группировки. Хотя она уже полностью развита. И сейчас она просто доминирует. Ну и все, никого не осталось. Кто бы нам мог хоть как-то посоперничать. Осталось добить какие-то редкие кусочки, где сидят монолитовцы. И все. Локация вся под нашим контролем. О, да. Ну, осталось уже вообще прям мало точек. Все базы мы, в принципе, держим под контролем. Где-то тут остались монолитовцы. И я не могу их найти. Что-то уже обходился и облазился. Но никого нету. Забираем их. Забираем все остальные точки. И я решил все-таки это показать полноценно. Походить с вами. И может это кому-то даже интересно будет. Я не знаю, где монолитовцы. Возможно, они наверху. Возможно, снизу. Но надо быть предельно осторожным. Ибо пуля в лоб и я готов. Тут довольно-таки серьезный урон стоит. Ну, что-то я поднялся. Прямо на саму верхушку башни. И все, никого не вижу. Алло, монолит. Серьезно, я сюда зря поднимался. Господи. С выносливостью все очень плохо. Таская с собой очень много разного оружия. И такое, и сякое. Чтобы, в случае чего, патроны нашлись. К любой пушке, когда у меня кончатся. Патроны на основном оружии. А они, как видите, скоро кончатся. Поставлю, пожалуй, одиночный режим стрельбы. Итак. Короче, не знаю, где тут молодые люди. Но знаю, что там есть какие-то у нас монолитовцы. Фонарик офф, пожалуй. Вот тут, значит, сидят. И у меня для них есть подарочек специальный. Прямо презентик. Исключительно лишь только для них. Да, Еркулеса тоже нет. То есть вот такая вот вроде штука. Постановление силы плюс 30. Это, в принципе, неплохо. Пей быстрее, молодой человек. Отлично. Ну, и нам надо закинуть гранату за вот этот вот домишко. Не знаю, сколько там людей. Это дурацкая была граната. Я попал на крышу. Минус один. Ладно, минус один, так минус один. И давайте последнего добьем. Тут всего один человек сидит. Отлично, отлично. Молодые люди погибли, точку нам оставили. Господи, военные прям как сумасшедшие. Там столько отрядов. Обыскиваем. Правда, мне уже ничего не надо. И осталась вот тут такая кучечка. Конечно, еще тут пару отрядов. Но я думаю, наши уже с этим делом совсем справятся. Идем сюда. Идем туда. Идем сюда. И сейчас с монолитовцем. Кана. Да. Тут уже достаточно серьезное количество будет монолитовцев. Я думаю, 8 человек. И этот бой может кончиться для меня чем-то очень плохим. Конечно, если меня убьют, я могу по приколу взять, да переместиться в монолитовца. Но их не сочтены. Это 100%. Так, очень тихо. О, вот это вот я говорил про это. Очень опасные монолитовцы. Если еще и граната сейчас прилетит, будет просто замечательно. И мои щечки будут румяными и очень аппетитными. Эй. Давайте дружить, молодые люди. Надеюсь, тут никого не будет. А то иногда там любят какой-нибудь дурачок сидеть. Но нет, не в этой жизни. Что-то как-то тихо. Вы не находите? Воу. Тихо, 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 тихо. Я даже немножко заорал. Вот это накал страстей. Тихо, 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 тихо. Братья, какие братья? Братья, все, твои братья и покойники. Как и ты, собственно. Молитесь? Молитесь? Не, не молятся. Странно. Ладно, поднимаемся тогда. И делаю минус всех. Ой! Стой, 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 стой. Он вышел как-то на улицу, и с улицы мне прилетела плюха. Причем довольно-таки болезненная плюха, я опять-таки чуть не помер. Слышь, ты где? Аааа. Аааа. И тут еще и снизу. Быстрая перезарядка. Кстати, точка уже свободна в любом случае, так что все окей. Обхожу противника. Прикройте, ничего себе, ты дурачок живущий. Все что ли? Тут что-то чересчур много монолитовцев. Несоизмеримо много монолитовцев. Точка-то уже свободна, а все еще присутствуют люди. Где-то еще парочку человек затесалось. О-о-о-о-о-о-о, подожди, давай быстрее, он сейчас может вернуться. Я знаю, как они любят добивать. А, но мы не из простых. Мы не из числа простых пацанов глупеньких. Мы знаем, что лучше уж спрятаться и перебздеть. Чем недобздеть. Ты где? Вау, нормально так в головку залетело. И еще один где-то, я не знаю. Вылазь давай, дурак. Осталось всего 4 точки, ну грубо говоря 3, это уже сейчас заберут. 3 точки и 1 дурачок. Что ты тут прячешься? Выходи. Очень будет обидно сейчас слить сейв. Хочется все-таки до конца доиграть. Так ни разу и не слившись. Где ты, дядя Петя? Тут уже 5 человек даже улавливает. Так, сейчас можно гренка полететь. О-о-о, да, выносливость это, конечно, мое слабое место. Много говна с собой таская. Но никого не вижу, короче. Вообще, вот прям пусто. Нету. Либо он настолько хорошо прячется, либо да. Бинокль у меня, по-моему, не цифровой. Да, у меня самый обычный армейский бинокль. Который цели, разумеется, не захватывает. Ну, я думаю, можно, в принципе, уходить. А-а-а-а. Здравствуйте. Опа. И тем временем, к сожалению... И тем временем сюда, кажется, еще направляются люди. И идти они могут только отсюда. Поэтому священная граната... Давай наведи-ка порядок в том направлении. 6 человек. Никого не убил. Как же это так получается? Вы тут, что ли, засели? Короче, этот дурак завис, сидел тут. Куда-то целился, выцеливал. Что-то там, вместо того, чтобы идти помогать своим. Им просто гениально. И я сейчас подхожу к месту пребывания монолитовцев. Я, скорее всего, кину гранату F1. 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 Лучшая в мире граната. F1. Минус 3 сразу. Это то, что я называю про-игра. Знаю, где сидят NPC-шники. И кидаю им гранату. Да ладно, шучу. Какой я про... Да ладно, шучу. Какой я про-игрок? Это просто монолитовцы, дурачки. 4, 5 человек. И куда же вы все делись? Я уже прошел точку, но никого не вижу. Возможно, они ушли куда-то сюда. Конечно, так оно и есть. У пацана была какая-то взрывная штука. Я, пожалуй, кину ему вот эту гранату. Было бы прикольно сейчас слиться и поиграть за монолитовцев. Посмотреть их глазами. Как их пожирает огромный отряд военных. Да, как у них дела. Всего контролируя две точки. Могут ли они себе что-то позволить. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Да, какой же я сейчас получаю... Бля, граната, граната, граната. Все, ребят, походу, вот сейчас я и посмотрю на монолитовцев. Нет, нет, не получится. Не в этой жизни. Кстати, я забыл, что у меня есть снайперская винтовка. Почему бы... Ей не воспользоваться, а? Вот почему бы ей не воспользоваться? Минус. Молодой человек. Минус, опа. Плюха, плюха, плюха. Какая жесткая плюха. Дядь, ты меня только что чуть не лишил жизни. Ты это понимаешь? Жалкие монолитовцы. Даже когда остались в... Даже когда остаются в меньшинстве, все равно доставляют массу неприятностей. Ой, дядь, ты серьезно в стены, что ли, стрелял? Хотел меня напугать таким образом. Какой же ты... Глупышка-малышка. И остался, что, последний монолитовец? Он мой. Уберите свои грязные руки. Он мой и только мой. Какой это кайф. Убить последнего монолитовца Никита Чингис. Спокойся с миром, дурачок. Что ж. Со всей гордостью я объявляю, что вся зона под нашим контролем. Абсолютно вся, абсолютно все локации. Ты хочешь сказать, кто-то есть? Серьезно? И теперь, когда мы прошли такой долгий путь, мы убили стольких врагов. Показать статистику? 2292 сталкера убито. И всего лишь 37 мутантов, но мы как-то особо с ними не пересекались. Я хочу вас поздравить, в общем-то, с завершением. Первое место. Капитан окрестностей Юпитера. 26 тысяч. Посмотрите, какие у нас пацаны в топе сидят. Только лишь наши. А тут уже с плохой репутацией пошли. А, короче, что я хочу? Давайте сольемся. Мне многие об этом писали. Мол, попробуй, не попробуй. Я-то знаю, что будет. Но давайте, чтобы у вас не было больше таких вопросов. Я сейчас сольюсь. Выбираю любую группировку, кроме военных. И мы посмотрим, что будет. Я-то знаю, что будет, но... Смотри. Офаем военных. И выбираем просто все. Все группировки, зоны, кроме только военных. Что? Что? What the fuck? Меня в кого-то переместило? Что за бред? В кого меня сейчас переместит? Я реально не понимаю. Потому что все точки были под нашим контролем. Ни одного отряда вражеского на карте не осталось. Но меня перемещает. Кто это может быть? Давайте предположим. На окрестках Юпитера. Точно не зомбированный. Нет, меня не может переместить за зомб... Меня не может переместить за зомбированного. За Озерского? Серьезно? За уникального? Кто это? Герман! Герман! Это Герман, пацаны! Ха-ха! Сука, я ору с этого. Бля, браткин, и что же вы стреляете? Это был Герман. Давай еще раз попробуем. Еще раз сможет? Все, смотри, не работает. Короче, как видите, это был профессор Герман. И все, теперь больше кнопка ОК не работает. Ни в какого Сидоровича, Бармена и остальных таких уникальных NPC, как видите, я переместиться не могу. Конечно, в Германа могу почему-то, да? А в тех не могу. Но вот так вот получается. Все, пацаны. Это все, кстати. Все кончено. Поздравляю вас с этим. Поздравляю вас с победой военных. Ставьте Лукесы, кто это ждал. Монолитовцы, не грустите. Просто вот так получилось. Я играл очень аккуратно. Вы даже не представляете, сколько времени у меня заняло записать эту серию. Я очень долго отыгрывал, очень аккуратно. И, в принципе, все получилось. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok.